К сожалению, в Молдове половина людей, живущих с ВИЧ, не знают о своем ВИЧ-статусе. Именно по этой причине одной из задач является, естественно, расширение доступа к тестированию. Нам повезло, потому что наши партнеры в Украине, это всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, разработали аппликацию, то есть мобильное приложение, которое позволяет абсолютно анонимно пройти цепочку вопросов, на них сформулировать свои собственные ответы и выяснить, какая вероятность того, что у меня было рискованное поведение, насколько мне важно сдать тест на ВИЧ. В этом году впервые в Молдове было представлено это приложение. Его ценность является в том, что оно абсолютно бесплатно. Любой человек, который заинтересован в этом приложении, может либо в Play Маркете, либо в App Store скачать это приложение. Оно очень легко, просто как бы в использовании. Я буквально за три минуты могу узнать степень вероятности того, что я могу быть инфицирован и узнать адреса, географические локации, контактную информацию всех тех сервис-провайдеров, которые могут мне помочь узнать мой ВИЧ-статус. И после того, как мы скачали приложение, у нас появляется иконка. Мы заходим сюда, начинаем использование. Первый вопрос – мужчина, женщина или какая у меня там сексуальная принадлежность, с кем я имею сексуальные отношения, мужчина, женщина, либо неважно. Потом количество партнеров за последний год. Ну, к примеру, там больше одного. Я занимаюсь ли сексом за вознаграждение? Да, нет. Ну, ставим нет. Я знаю, что у моего партнера по сексу есть ВИЧ-статус. К примеру, я затрудняюсь ответить. Более шести месяцев назад. Ну, здесь есть как бы информация о том, что это тест на ВИЧ, но он не является стопроцентным. То есть он показывает как бы вероятность. И в случае положительного результата или, скажем так, большой вероятности риска, то мне все-таки как бы нужно сдать тест на ВИЧ. Я соглашаюсь с этим. И приложение высчитывает степень вероятности. У меня в моем случае 52% вероятность того, что я мог бы быть инфицирован. Приложение мне дает возможность узнать ближайшие пункты, где можно сдать тест на ВИЧ. Я нажимаю их, и у меня появляются все геолокации в Кишиневе, в которых можно сдать тест на ВИЧ. Я могу на любую нажимать, и у меня появляются адрес и контактные информации по поводу этого непосредственно сервис-провайдера. Все, что мне остается сделать, это просто связаться, поинтересоваться, как я могу прийти и сдать тест на ВИЧ, какие условия. И это очень важно сделать. Современные технологии позволяют сделать так, чтобы человек ВИЧ-позитивный был не опасен даже для своего сексуального партнера. Как минимум, эта информация должна подтолкнуть любого здравомыслящего человека, который хочет прожить долго и счастливо, человека, который хочет позаботиться о безопасности окружающих, интересоваться по поводу своего здоровья. И если есть возможность сделать это легко, быстро и просто, плюс анонимно, то, наверное, это хорошая возможность. Продолжение следует... Продолжение следует...